Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Вторая неделя Великого Поста посвящена великому человеку Григорию Паломе Который был епископом города Фессалоники Это горе Афон, самый близкий крупный город Он и сейчас второй в Греции после Афин Находится на севере Жил он в конце XIII и начале XIV века В первой половине Чем же он прославился, что так высоко церковью был поставлен Что целое воскресенье поста было назначено для его памяти Как бы он в этом все уравнен с Марией Египетской Дело в том, что он с молоду Настолько преуспел в молитве Как в таком внутреннем, постоянном делании Что достиг необычайной, близкой Такой связи с Богом, Отцом Небесным Начинал он свою деятельность на Святой горе Афон И уже, как говорили его современники Он уже в 30 лет достиг такой благодати Как многие старцы достигали не раньше, чем лет в 70 И через молитву непосредственно от Бога Он очень многое понял и достиг И вот Святая Церковь его избирает для того, чтобы прославить в день Великого Поста Воскресный день Такой очень важный, когда вся церковь в сборе Чтобы показать его величину В церкви много святых И каждый из них угодил Богу Но и святые особенно Их жизнь, она осветила всю церковь И научила очень многому Ну, самые известные Это Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст Церковь их собрала вместе И вместе прославляет Хотя Григорий и Василий Они были современниками А Иоанн Златоуст жил несколько позже Вот, но все равно Вместе их прославляя Показывает, что их Такой подвиг, как учителей Он весьма велик И вот такие люди, как Кирилл и Мефодий Для русских Преподобный Сергий Такие великие люди В результате жизни которых Произошло что-то очень важное Для многих и многих христиан И также Григорий Палома То, что он говорил и чему учил У многих людей вызывало недоумение Потому что, как теперь модно говорить Фарисейство никто не отменял И поэтому формальное восприятие Евангелия Оно так же живет Как жило и в те времена Когда Господь наш Иисус Христос Проповедовал Евангелие В палестинских землях Чему же он учил? О том, что Бога Можно видеть И его опыт Говорит об этом Что Ему Господь это дал Как же это происходит? Господь на горе Фавор Преобразился перед учениками Они увидели его одежду Белую, как снег Что это был за свет Которым сиял Фигура Христа? Вот назвали этот свет Фаворский По той горе На которой это произошло Это свет благодати Божией И Каким образом Человек его созерцает Это Непонятно Пока Человек Не придет К этому свету И этот свет Несмотря на то Что он очень ярок Он Человек Не слепит Но наоборот Умиротворяет И вот это Прекрасное видение Дается Человеку Для Благословения И для Укрепления И как Свидетельство Того Что он Угодил Богу И поэтому Господь Дал возможность Своим ученикам Троим Самым близким Увидеть его Там На горе Фавор И Тот же свет Во время Молитвы К нему Приобщался И сам Архиепископ Фессалоникийский Палама И Учил о нем И это Стало Учением Всей церкви Хотя Немногие люди Достигали Такой Близости К Богу И Такой Советности Но это имя Каждый христианин Должен знать Как некий Идеал Которому Можно Стремиться Бога Никто же Нигде же Не видит Это правда Но Человек Может Видеть Бога Через ту Благодать Те божественные Энергии Которые Излучают Божество Если Человек Приуготовит Своё тело И душу Для Восприятия Этого Света Тогда Он сможет Его восприять Ну вот Это Пожалуй И всё Вот Эту Икона Я её Привёз Как раз Из города Фессалоники И Там Где Он Погребён Этот Великий Светитель Там Вот Такие Иконы Существуют Их можно Приобрести И я для того Чтобы Ну как бы Вспоминать Эту поездку Фессалоники И Это Привёз И Это Такая Очень Известная Икона Это Правда Такая Фотокопия С ней Но Как-то Глядя на Этот Чудный Образ Начинаешь Вспоминать Этого Великого Человека Который Нам Открыл Путь К Фаворскому Свету Спасибо Все Господи